Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему про лямбдовыражения и стримапи. И, возможно, вы даже могли с этим соприкоснуться, когда делали прошлую домашнюю, ну, последнюю, да, когда надо было сходить там, по-домашней надо было сделать библиотеку, вы идете в библиотеку, главное по какому-то признаку вытащить информацию из библиотеки. И так как там внутри по-хорошему должна была быть структура данных, да, то не всегда удобно просто брать и с ней явно оперировать, да, там map, там get, по ключу, потом пройтись по этому списку, если у вас там список и тому подобное. Вот есть такая штука как стримапи, которая привносит и лямбдовыражение, да, это привносит функциональный подход в язык java привнесло, то есть вы можете писать структурированно, можете писать в объектно-ориентированном стиле, а с помощью стримапи и лямбдовыражений есть еще такой функциональный подход, который некоторые вещи позволяет делать проще. Ну, сначала откуда это пошло, да, немного историй, вот есть у вас такая штука как анонимные классы. Как они создаются, да, вы сначала их объявляете, ну, в момент объявления этого класса вы сразу создаете экземпляр, поэтому он анонимный, потому что у него нет какого-то класс нейма. Вот, если он один раз создается, ну, не обязательно делать какой-то локальный класс внутри вашего другого класса, если вам нужно, это один раз, поэтому такая удобная замена. Вот, собственно, вот так вот классы создаются, да, так, то есть обычно пишется класс класс плюс new, как это надо создать. Вот, сейчас на следующем слайде посмотрим, как это делается. Соответственно, вы не можете сделать анонимный класс абстрактным, потому что сразу создаются экземпляры, все методы должны быть уже определены, он будет final, потому что, ну, неважно, вы не сможете от него отнаследоваться, при этом он всегда будет внутри чего-то находиться и нельзя его сделать static. Соответственно, это делается примерно вот таким вот образом. Да, у вас есть какой-то интерфейс, ну, например, часы, да, и у вас есть main, да, вы в этом main пишите, что у вас есть часы, а потом пишите сразу, то есть класс expression, да, название класса, название переменной этого типа, этого класса, пишите new, это получается у вас конструктор, в который можно что-то передать, и здесь происходит само объявление. Вот это у вас будет анонимным классом, потому что здесь нету объявления класса самого, да, а это будет просто локальным классом. Вот явно написано слово класс, и вы, в принципе, можете потом создать другие инстансы, да, вот этого класса. Но вот этот сингл, он у вас будет один-единственный в программе, потому что multi alarm clock, вот вы можете сколько угодно раз так писать, а здесь вы объявляете его сразу. Ну, дальше все, это, в принципе, все отличия, потому что по факту они не отличаются, да, что вы вот пишите название класса, сразу переменно пишите new, и здесь вы определяете те методы, которые нужно определить. Ну, так или иначе, вы не можете, да, потому что если у вас есть экземпляр, значит класс уже не является абстрактным, и, ну, не должен быть абстрактным, следовательно, все методы должны быть определены. В случае с локальным, ну, то же самое, да, происходит. Точно так же вы определяете все методы, если он не абстракт, которые были у интерфейса, и радуетесь, да. Ну, формально, смотрите, вот здесь явно написано implement alarm clock, а в анонимных классах вы пишете, ну, то, что вы хотите создать. Соответственно, так как здесь интерфейс, вот у вас интерфейс, да, можно было бы что-то, не обязательно здесь интерфейс писать, можно и абстрактный класс, например, да, или какой-то другой. Все, что угодно, но у вас не будет ссылочки, да, чтобы создать какой-то новый. Вот, даже можно делать вот так вот, да. Есть большая ситуация, когда у вас есть интерфейс, и у вас в нем есть один-единственный метод, который, ну, получается, так сказать, абстрактный. Абстрактный в том смысле, что нет реализации, потому что в интерфейсах может быть много методов, да, причем появились, там есть дефолтные методы, соответственно, у них может быть реализация. Если у вас есть один-единственный метод, который без нее, то можно использовать это как лямбдовыражение. Пример будет чуть дальше, да, но формально, да, вот смотрите, вот то же самое, вот объявляется, создается анонимный класс, и вот когда вы хотите его создать, и там всего один метод, то, казалось бы, вот это вот все, вот это лишнее, да, вот не нужно писать override, не нужно писать public void, так как это интерфейс, так или иначе это будет public void, ну, public и модификатор возврата, у вас должно быть override, название метода, казалось бы, вот все вот это лишнее, да, потому что вы и так это знаете, метод один-единственный, значит, можно эту строчку сократить. Ну и, как я говорил, да, вот можно также создать instance абстрактного класса, где вот эти скобочки, это не просто скобочки, а это именно конструктор. Ну, если где-то нет конструктора по умолчанию, то вот нужно передать нужные значения. Ну и все так же, да, вот вызвали конструктор, передали сюда аргумент и переопределили метод. Окей, но если у вас именно интерфейс с одним методом, то это можно написать короче. Это сейчас будет чуть дальше. Также, когда вы делаете анонимный класс, то вы имеете доступ не ко всему, что есть снаружи, да, анонимный класс находится внутри чего-то и доступ у вас есть не ко всему. Соответственно, вы можете обращаться к полиометрным классам, интерфейсам того, что вовне, но не ко всем переменным. Нельзя внутри этого анонимного класса заедать что-то, что не является final. Final это явно final, да, effective final это есть переменные, и Java понимает, что она нигде не меняется, нигде не создается нового значения. Она вот как была, такая и осталась. Соответственно, и еще момент, да, что если у вас будут точно такие же имена, то они перекроются. Вот более содержательный пример. Есть, соответственно, у вас интерфейс какой-то, да, интерфейс, а в нем один единственный метод. Есть какая-то переменная внешняя, переменная внешняя класса, есть какие-то локальные переменные. Вот, соответственно, с помощью анонимного класса вот он создался. Ну и сразу я вызвал метод здесь вот в примере кода, да. Формально он после этого погибнет сразу же, потому что метод вызван. И, ну, вот это вот все опять приходится писать. Verite, public, void и так далее, да. При этом, смотрите, можно получить изнутри этого анонимного класса переменную A на внешняя, переменную B, переменную C, потому что она effective final, она нигде не меняется здесь ниже. К переменной F, вот она final явно, да. И переменная G, ну, она не передана в аргументах, но она тоже не меняется. При этом вот эту переменную D и E заиспользовать нельзя, так как они модифицируются в процессе и к ним уже нельзя получить отсюда доступ. При этом, если вы создадите внутри что-то, у вас перекроется имя. То есть, ну, вот здесь вот G я создал. Это уже не та G, которая была раньше, и не та, которая была здесь. А это уже будет новая локальная G, так как имя перекрылось. Вот, внутри анонимных классов нельзя объявлять никаких интерфейсов, статичных анализаторов и каких-то переменных статичных, да, без final модификаторов. То есть, это примерно вот так вот работает, что у вас есть какой-то анонимный класс. Ну, пример, да, есть у вас интерфейс, даже без методов. Вот вы создаете его instance, и вот вы можете создать просто переменную, создать final переменную, сделать внутренний класс. Но сделать какой-то статик инициализатор, статичную переменную без final и какой-то внутренний интерфейс объявить вы не можете. Ну и, понятное дело, да, еще можно кучу методов определить сколько вам угодно в этом анонимном классе. Помимо, в дополнение к тем, которые нужно переопределить в том класс, чего вы создаете. Ну вот, соответственно, объявлять можно новые поля, док-методы, инициализаторы экземпляра, какие-то классы локальные внутренние. Вот, есть еще один пример, да, когда, если нельзя написать статик, то можно написать обычные скобочки и проинициализировать. Да, и вот пример, вот есть анонимный класс, в нем есть какая-то переменная x, да, и вот есть инициализатор. Так как класс объявляется сверху вниз, то сначала вызовется вот это, здесь будет x0, потому что по умолчанию переменных дефолтное значение. Дальше тут присвоятся пятерки, и тут уже выведется 5. Ну это просто порядок инициализации класса, да, ничего особенного. Ну и вот тут есть еще внутренний класс, и в принципе внутри анонимного вот в вызове методе создается этот внутренний, вызывается у него метод Тамрана. Можно делать такие вот разные штуки. При этом есть еще такая штука, как ссылка на методы. Да, вот у вас, допустим, вот у вас есть интерфейс. У интерфейса есть какой-то метод, который нужно определить. Вот, например, есть, смотрите, интерфейс такой runable. Он используется в новоготочной среде обычно, и он определяет что-то, что надо запустить. Да, вот у него есть run, нет аргументов, public void. Все, это единственный метод в этом интерфейсе runable. Теперь смотрите, вот этот вот метод run, да, он похож на вот этот метод. Потому что у него совпадает возвращаемый тип, и у него совпадают, получается, аргументы, которые подаются на вход. Таким образом, вот это, казалось бы, все тоже лишнее, и это можно написать по-разному. Да, вот, ну, экзекьютор не суть, эта прям многопоточность будет дальше. У него есть метод execute, который, соответственно, этот runable принимает. Ну, не интерфейс, а экземпляр этого интерфейса. С каким-то перепределенным методом run. Дальше это можно сделать по-разному. Вот, можно сделать свой отдельный, там, класс runable, там, класс my runable implements runable, например, да. Можно сделать чуть покороче, можно сделать анонимный класс. Сразу его определить, создать экземпляр. Потом передать его в метод. Можно создать анонимный класс, к слову, сразу. Да, ну, это то же самое сейчас написано, да, что... Просто здесь сохранилась переменная, а тут не сохранится в переменной этот анонимный класс. Можно написать лямбду, вот как раз дошли до лямбд. Соответственно, это такая история, что если Java знает, какой метод вызвать, ну, точнее, если Java понимает, что она принимает на вход что-то, у чего есть один неопределенный метод, да, какой-то, то она может сама подставить нужный тип. Таким образом, вот здесь вот метод execute принимает интерфейс runable, у которого есть метод run без аргументов и с возвращаемым типом void. И если с помощью вот этого, ну, синтаксиса лямбда выражения передать ему что-то похожее на этот run, ну, что-то похожее на runable, то Java решит, что это и есть экземпляр интерфейса runable и спокойно эту программу запустит. То есть, ну, смотрите, все сходится, да, вот аргументов никаких нет и возвращается отсюда ничего. Ну, да, ну, и какой здесь получается синтаксис, да, что вот мы пишем в скобочках аргументы, потом пишется стрелочка, дефис больше, и дальше в зависимости от того, сколько у вас будет внутри команд, либо фигурные скобочки не ставятся, если команда всего одна, либо ставится, если их будет несколько. Дальше, если у вас возвращается не void, а что-то еще, то вы, ну, просто пишите здесь return. Ну, можно написать проще, да, там, если есть, там что-то надо вернуть, минимум, что можно написать, это скобочки, стрелочки, там, 42, например. И вот это будет метод, который возвращает int и будет возвращать там число. И также вместе с лямбдами в 8-й Java появились ссылки на методы, и это работает, ну, примерно так же, да, смотрите, если вот это вот похоже на runable, ничего отсюда не возвращается, принимает пустые аргументы, то вот этот вот метод, он тоже похож на runable. он ничего не возвращает, и нет никаких аргументов. Соответственно, Java позволяет взять и сослаться на этот метод, и Java поймет, что это на самом деле не... Ну, то есть Java представить этот метод так, как будто бы это реализация метод того интерфейса, который нужен, подается на вход. То есть вот runable, да, у него один-единственный метод run. Вот это похоже на метод run. У Java есть такой вот, ну, в коде executor есть метод, который принимает runable. Эта штука очень похожа на runable, ну, очень похожа на runable, поэтому Java это запустит. Этот метод тоже очень похож на runable, потому что все совпадает с возвращаемый тип и сигнатура, да, аргументы, поэтому это тоже валидный код на Java. То есть это первая, да, история, что вы можете интерфейсы с одним методом, с одним абстрактным методом заменять либо на лямбдовыражение, либо на ссылки на методы, если у них совпадает возвращаемый тип и параметры, да, у этого метода. Соответственно, про лямбдовыражение, да. В общем, как вы видели до этого, когда вы пишете что-то, ну, соответственно, создаете анонимный класс, а там один-единственный метод, то вот это вот все лишнее public, не public, override, это все громоздко, и хочется этого не писать, эту штуку, да. Причем очень надо писать там new, название. В каких-то случаях можно этим обойтись. Соответственно, если вы создаете интерфейс с одним методом, то есть еще аннотация такой functional interface, ее можно повесить, ну, чтобы понимать, да, что это интерфейс с одним-единственным методом, который не реализован. Есть много таких, там, может быть, вы видели, там есть предикат, function, там, bfunction и тому подобное. Как там, supplier еще есть. В общем, есть, ну, то есть вместе с 8j появились еще куча интерфейсов, которые являются функциональными, потому что у них один-единственный метод неопределен. Все остальное там есть. Ну, то есть там есть еще какое-то количество дефолтных методов. Вот, соответственно, это позволяет делать это все емче. И если вы откроете спецификацию по Java, то там есть вот такие, например, примеры. Ну, корректных лямбдовыражений, да, вот смотрите, вот ничего не принимает какой-то метод, ничего не возвращает. Ну, то есть, по сути, это такой пустой метод, да, написали там void, пустое название, пустые скобочки, фигурные скобочки, ну, окей. Можно вернуть какое-то число. Тогда что здесь будет? Список аргументов пустой, возвращаемый тип int. Список аргументов пустой, возвращаемый тип какой-то object. Можно это также завернуть в фигурные скобки. Просто если команда всего одна, то это необязательно. Если команда не одна, то можно и завернуть. Ну, вот здесь, получается, вот тоже возвращается void, потому что результат, ну, system.gc вызвалось, но ничего из метода не вернулось. Тут явно написано 42. Ну, то есть, если вы возвращаете что-то одно, то вот этот return тоже можно опустить, и скобочки опустить, и написать прямо, да. Ну, вот что-то посложнее, да, вот. Просто, что здесь не одна команда, можно писать большие куски кода внутри этих фигурных скобок. Ну, вот здесь, например, да, что здесь пишется? Что можно еще явно указать тип переменной, который вы... То есть, может быть такое, да, что у вас есть... Ну, вот, executor, это был класс, у которого есть множество методов с разной сигнатурой. И надо еще сделать так, чтобы вот эта ваша лямбда, ну, чтобы Java сматчила метод и вашу лямбду. Для этого иногда нужно явно указать тип аргументов, которые передаются, чтобы метод того класса, в который вы эту лямбду передаете, ну, соответственно, нашел именно то, что надо. Ну и дальше, да, вот вы можете написать, там, объявить параметр типа, там, int, дать ему какое-то название и сказать, что, ну, вернее, там, x плюс 1, да. Получили int, вернули int. Здесь сделали то же самое, при этом необязательно указывать его. Если у вас там один-единственный метод в классе, который этот int принимает, ну, классно, Java сама найдет такой метод с таким типом и с таким возвращаемым значением. То есть, если будет неоднозначность, ваш код не запустится. Если она сможет однозначно определить, то это будет корректно. Ну, иногда надо помочь, да, типа указать. Ну, и опять же, да, если у вас всего лишь один оператор, то можно даже там, ну, необязательно еще и скобочки эти ставить, если... То есть скобочки нужны, если аргументов нету никаких, скобочки нужны, если аргументов несколько, но если аргумент один, то их тоже можно, ну, не писать. Вот, да, пример чуть посложнее. Вот, например, вы говорите, что у вас есть лямбда, который представляет из себя какой-то метод, который принимает в себе на вход строку и возвращает какой-то int. Или принимает на вход thread класс, да, экземпляр класса, возвращает void, а внутри себя вызывает вот старт thread. Ну, вот то же самое, да, написано другими словами. То есть если Java найдет в вашем классе, в который вы лямбда передаете, метод с параметром типа, у которого есть, ну, соответственно, со стрингом, да, вот у стринга есть метод len, все будет классно. Ну, и здесь то же самое, да. Ну, вот, при этом, смотрите, вы не можете смешивать, то есть можно указать, либо вы указываете у всех аргументы параметров, либо не указываете ни у кого, но как-то смешивать нельзя, то есть вы не можете где-то указать, где-то не указать, и не можете какие-то модификаторы дополнительные ставить. Ну, вот, это то, что нельзя. Теперь, казалось бы, давайте посмотрим, как люди дошли до такой жизни, и как можете там вы дойти в своей программе, например. Вот простая ситуация, да, что у вас, например, есть какой-то список сообщений, ну, или если взять домашнюю, да, там вот у вас есть книжки в библиотеке, вы хотите их доставать. Соответственно, вы хотите как-то с ним оперировать списком. У вас может быть, например, написан какой-то такой класс, да, что есть у месседжа айдишка своя собственная, при этом сообщение может принадлежать какому-то чату. При этом это айди сообщения, это айди чата, это юзер, который написал, это время и, соответственно, само сообщение. Да, как бы, ну, все классно, окей. Есть конструкторы, есть гетеры, все там приватное, ничего не достать оттуда изнутри. И вот есть такой вот метод public static int, который представляет из себя по факту компаратор. Да, он принимает в себя два, две переменных такого же типа и возвращает какой-то int. Принял два object, вернул int. Окей, очень похоже на компаратор. Ну и компараторы обычно, они еще там generic, да, они каким-то конкретным классом параметризуются, здесь, собственно, и написан конкретный класс. Так, ну это просто, это метод, который понадобится дальше. Соответственно, что остальное, да, есть какой-нибудь там класс пользователь, да, у него может быть там айдишка, имя, какой-то город, пол и возраст, там пол мужской и женский, ну и тоже гетеры какие-то. Окей, теперь вы, допустим, хотите брать и как-то с этими сообщениями работать, то есть по-разному вытаскивать из них информацию. Вот вы можете там докатиться до такой жизни, что вам понадобится там четыре разных метода, чтобы достать там разную информацию. Ну то есть вот вы захотели как-то по этому списку пройтись, что-то из него вытащить, пишите новый метод. Захотели как-то иначе пройтись, пишите опять новый метод, захотели еще раз иначе пройтись, опять пишите новый метод. Ну, казалось бы, это все довольно грустно, да. Вот что здесь, там взяли таймстэмп, вывели все, что было до какого-то времени. Взяли там два таймстэмпа, вывели все, что между. Вывели все, что в одном и том же чате содержится. Или там вывели всех пользователей из одного города. Ну, окей, вот вам для этого всего нужны разные методы и в них писать разный код. Хотя казалось бы, да, у вас везде список один и тот же. Можно, казалось бы, сделать это попроще, не громоздить кучу разного кода. Причем, если заметить, да, то вот тут вот везде есть какой-то for по списку, везде есть какой-то if и везде есть какая-то операция, которая производится. Ну, тут еще есть там таймстэмпгет, ну, окей. Соответственно, так как мы видим, да, что есть цикл for и есть if, казалось бы, это какая-то общая часть, да, ваша программа. И это все дублирование кода. Давайте попробуем тогда от дублирования избавиться. Ну, от дублирования вот этих фильтров получается, да, по какому признаку сообщения фильтровать. Ну, окей, давайте для этого сделаем какой-то интерфейс, да, там, check condition, который будет понимать, подходит наше сообщение текущее под условие или не подходит. И создадим нужные классы, да, которые будут работать с этим. Ну, вот, да, как это могло бы выглядеть, да. Вот у вас теперь есть один-единственный класс, который итерируется по сообщениям, проверяет какое-то условие по этим сообщениям и делает какое-то действие. Ну, а тут опять проблема, да, что вам надо писать теперь каждый раз, создавать там свой новый класс для кондишена. Ну, это можно заменить на лямду, если писать поменьше. И вот тут вот получается, если вам захочется поменять тело внутри if, то вам придется создавать новый метод. Вроде что-то сократили, но теперь вы создаете каждый раз класс condition. Ну, не сказал бы, что прямо вот класс создается, да. Ну, вам так или иначе нужен экземпляр того, что будет делать эту проверку, check. Да, и тело везде одинаковое. А если вы захотите поменять тело этого метода, вам опять придется делать что-то новое. Как-то это все не очень здорово, поэтому можно сократить вот это вот класс класс, заменить это на анонимный класс, чтобы было поменьше кода. Теперь у нас print messages остался, но вы уже пишете это внутри этого метода run. То есть где вам, вот как только вам понадобился этот новый check condition, там вы его и определили. То есть до этого вы писали класс, название, в методе run создавался новый экземпляр. Но вот можно все это опустить и сразу и instance создать, и определить тот единственный метод, который нужен. Да, вот он check, и тут тоже check, вот они разные. Ну, пока еще ничего не поменялось, просто что мы теперь не создаем каждый раз новые объявления класса, да, не делаем, а объявляем его сразу как анонимный. Сразу экземпляр получаем. Это можно еще упростить, заменив это все на лямбду, потому что смотрите, это очень похоже на лямбду, да. У интерфейса один единственный метод, который надо определить. Ну и окей, да, вот он возвращает boolean и принимает message. Если сделать лямбду, которая будет возвращать boolean и принимать message, Java сама поймет, что это можно использовать в качестве экземпляра того интерфейса, который принимает метод. Ну, соответственно, это же метод же знает, метод знает, какие параметры он принимает. Вот print messages принимает check condition. Значит, если в этот метод передать что-то похожее на check condition, Java поймет. Она поймет, если будет возвращаться boolean, приниматься message. Окей, давайте заменим это на лямбду. Да, теперь у нас стала жизнь еще проще, да. Причем, смотрите, вот этот вот, ну, посложнее, да, ситуация. У нас появился метод, который все еще принимает list, принимает check condition. Тут, в принципе, ничего не изменилось, осталось как раньше. Но здесь уже написано лямбда. То есть уже не написано там new, название класса, override, public, boolean и тому подобное. Как это работает? Да, что вот у вас есть в данной ситуации check condition это конкретный интерфейс, который принимает класс message. Да. Значит, если вы напишите, ну, то есть здесь message не потому, что это класс message, а я просто переменную назвал. Можно было бы назвать ее x. Ничего бы не поменялось. Просто, что у check condition сигнатура такая, что она принимает, соответственно, экземпляр класса message. И поэтому Java поймет, что вот этот вот message, который тут вот у вас message, да, в него надо подставить вот этот вот тип. В интерфейсе указано, что метод check принимает вот этот вот класс. Значит, если вы передали лямбду, в метод, то ту переменную, которую вы, то вот этот naming переменной, Java подставит тот класс, который указан в интерфейсе. То есть Java поймет правильный тип. Так как она поймет правильный тип, у вас внутри этого лямбдовыражения будут доступы ко всем методам, которые есть в этом классе. То есть, да, ну давайте еще раз. У интерфейса есть явно написанный метод check, который явно принимает класс message. Значит, если мы написали лямбду и указали здесь какое-то название переменной, то Java поймет, что надо эту переменную представить именно тем классом, интерфейс которого передается. Ну, у интерфейса есть метод принимает message, значит, этот message и есть вот этот класс. Ну, и есть, соответственно, все типы. Плюс возвращается везде булин, все как бы честно. Теперь, если открыть там JavaDoc и посмотреть, что есть в восьмой Java, то окажется, что там уже есть написанные классы. То есть вместе с восьмой Java, вместе с интерфейс, с функциональными интерфейсами, вместе с лямбдами появился класс такой предикат, который, в принципе, ну, там появилось несколько классов различных, да, но вот предикат формально выполняет то, что мы делали раньше. Вот этот check. Выглядит он вот так вот. Вот он лежит там Java, util, function, предикат и какой-то параметр. То есть здесь уже есть generic, и вы можете этот предикат использовать для классов любого типа. Для любого класса, скажем так. Ну да. Соответственно, у него есть точно такой же метод test, ну, который возвращает булин, но принимает уже не какой-то конкретный message, да, а любой класс, который, вот, параметр которого вы укажете через generic. Значит, как это все меняется, да? У вас есть лист сообщений, и вы пишете, ну, давай-ка мне, у меня будет предикат параметризованный классом message. Ну, классно, да? Message указали тут. Значит, в метод придет, ну, значит, переменная этого метода будет вот того же типа. И все будет работать корректно. Здесь у нас message, здесь вызвали тест. И вот это все отработает правильно, потому что message является такого же типа, которым определили этот интерфейс. Да, вот предикат параметризовали этим классом, и тут такой же класс передается на вход. Java это понимает, и все работает. Но все еще, да, остается вот эта вот штука, да, с дублированием. При этом в Java есть еще такой классик, как конзюмер. И у него, ну, это все базовое, да, то есть если вам что-то надо с помощью сделать лямбд, или там стримапи, который будет там чуть подальше сегодня, то вот вы можете найти вот эти вот классы. Скорее всего они вам понадобятся, и вам не придется писать что-то свое. То есть в Java Util Function есть много разных вот этих интерфейсов, которые могут быть вам полезны. Окей, значит есть такой класс, вот есть предикат, есть еще класс конзюмер. Конзюмер тоже параметризуется типом t, но он уже возвращает void. Вот, да, вроде все похоже, да, предикат параметризуется t, возвращает boolean. Конзюмер возвращает void. Это значит то, что мы можем в этом методе что-то сделать и ничего не вернуть. Ну, потому что void. При этом в параметрах метода мы так или иначе указываем тот класс, с которым мы работаем. Окей, теперь значит у нас жить стало проще. Мы написали один раз цикл. Мы написали один раз if. И мы написали, что делать с этим сообщением. То есть теперь на каждый вызов можно писать свой код. Да, то есть вызвали процесс месседжес, передали ему лист какой-то и сказали, что ну слушай, вот давай-ка предикат у тебя будет вот такой вот. Возьми на вход как бы месседж, который вот этого класса. Потому что вот тут это указано. И проверяю, что если сообщение в прошлом и чат совпадает, то окей, классно. А конзюмер пусть у вас будет такой, что вот берется опять же этот класс и просто печатается. System.on.println. Ничего такого, да? Все окей. Ну и при этом вот вы можете заизвать какие-то переменные снаружи. Да, вот ну chat.id, ну вот соответственно эти две переменных, timestamp и chat.id, они являются effective final, потому что проинициализировались и больше не менялись. И вы их можете заизвать внутри. Ну это, то есть, казалось бы, да, можно было бы здесь написать скобочки, скобочки, timestamp объявить внутри. Но тогда бы у вас null каждый раз бы определялся, хочется что-то передать. Чтобы что-то передать в лямбду, ну вот делаете что-то final, либо effective final снаружи и передаете. Вот, при этом есть еще такой классик, называется function. И у него сигнатура такая, что он берет и каким-либо образом, который вы сами зададите, преобразовывает ваши элементы. Да, то есть берете function, у него есть метод apply, он опять параметризован каким-то типом t, который подается на вход этому методу apply. И каким-то типом r, который является возвращаемым значением. Ну то есть, да, после выполнения метода apply должен вернуться другой какой-то тип, ну, тип r. Это вы все задаете в параметрах метода. И вот вы пишете, например, да, что у вас function, который делает из message тип t какой-то string тип r. Ну а дальше вы должны написать такой код, который будет получать на вход класс message, а возвращать string. Ну вот, давайте напишем, да. Пишется, ну, написали предикат, там выведи, возьми только те сообщения, которые в чате 1, 2, 3. Замапь эти все сообщения и сделай из сообщения строчку. Ну вот, берется сообщение и достается, например, имя пользователя. Ну почему бы нет, да. И какой-то обработчик, ну давайте выведем имена пользователей. Окей, мы теперь знаем там всех участников чата, например, да, вот этого 1, 2, 3. Ну то есть обычно же это как, да, используется, что вот там заходит куда-то пользователь, заходят свои сообщения, там есть чат. Вам так или иначе надо достать сообщение, да, и там в сообщении может быть там список участников. Ну надо же как-то вытащить этих участников. Ну формально это все это достается из базы, по-хорошему, но вот если, ну это просто хороший пример того, как используются лямбды, да. То есть обычно, ну то есть можно было бы так, да, достанем все из базы, все что можно, как там удобно, заиндексировано и лежит, да, а потом чуть-чуть дообработаем, например. Ну достали там лишнего, что-то отсеем, почему бы и да. Вот, а так как здесь везде вот принимаются эти дженерики, то, казалось бы, это ну не очень классно так делать, потому что этот класс не универсальный. Ну этот метод. Этот метод работает вот только с классом message, с экземплярами, да, и с экземплярами класса string. Вот если звезды совпали, у нас появился message string, этот метод можно будет завязать. Но его можно было бы сделать еще более унифицированным и пользоваться в большем количестве мест. Да, например, вот так вот. Казалось бы, ничего не поменялось. Да, смотрите, но тут уже надо понять, откуда типы вывелись, да. Есть еще вывод типов здесь. Ну смотрите, так как мы вот здесь вот в форе по элементам только итерировались, значит, ну давайте возьмем самый-самый высокоуровневый интерфейс, который возможно, и подставим его в метод. Раз уж нам кроме итерации ничего не надо, да, кроме вот этого for each, напишем iterable. Окей, с помощью, так как это iterable, мы напишем for each и будем получать каждый элемент раз за разом, да, потому что есть итератор. Ну то есть на вход принимаются любые классы, у которых есть итератор. Итератор, в принципе, есть у любого экземпляра коллекции, да. Ну, коллекции наследуются от iterable, поэтому у любой коллекции есть итератор. Если она полностью определена и она не абстрактная. Ну вот, дальше получается обходим по элементам, проверяем, что они подпадают под нашу проверку, под нашу фильтрацию. Как-то, возможно, их преобразуем, если им требуется. Ну, потому что маппер можно написать там t, t и здесь тоже t. Ну то есть ничего не сделать, а вернуть самого же себя, если вам не нужно преобразовывать. Да, то здесь просто указывается две одинаковые буквы и все классно. Ну, а внутри метода вы пишете, взяли на вход метод, ну, какой-то экземпляр и его же вернули. Вот, ну и конзюмер отцепт, ну, он просто берет и что-то внутри себя делает с этими данными, ничего не возвращает, так как у конзюмера, у метода отцепт возвращаемый тип void. Да, теперь как понять про типы? Почему вот этот вот метод можно заиспользовать здесь? Ну, потому что, смотрите, вот есть метод run, в нем написано list message. Окей, смотрим, значит, вызывается процесс, который принимает с себя переменную list. Вот переменная list, тип message, значит, тип t является message. Окей, здесь разобрались, этот тип нашелся. Дальше смотрим, кей, предикат принимает t, возвращает boolean. Ну да, приняли message, все классно, вернули boolean. Смотрим, function принимает t, возвращает r. Получили t, который мы раньше вывели, потому что передали лист, у которого тип message. А вернули message getUser getName, получается string. Все, классно, значит, тип r у нас string, мы уже его знаем. И теперь, когда вызывается какой-то конзюмер, он уже знает, что это тип r, по факту это string. Ну, то есть, выявили сначала тип t, потом выявили тип r, и здесь мы уже знаем, что это за r. Ну, и плюс еще, когда пишется generic методы, здесь вот еще в скобочках указываются эти переменные, да, generic. Вот, отлично, очень хороший код, который будет уже, на самом деле, универсальный, да, если вам нужно почему-то пройти, что-то сфильтровать, возможно преобразовать как-то, и что-то в итоге с этими элементами сделать. Ну, вот окей, все параметризовано, можете написать какую угодно реализацию, конкретно в том месте, где вам нужно. То есть, уже не нужно писать там класс, название, равно, ну, не равно, имплемент, что-то там, да, создали класс явно. Потом создаете инстансы класса или создаете анонимные классы. Достаточно, вот, заиспользовать какие-то функциональные интерфейсы, да, интерфейсы с одним методом, который до конца не реализован. И дальше вы можете какую угодно логику подставлять через лямбда выражение, сокращая количество вашего кода, делая это более компактным, и написание будет вот ровно в том месте, где вам нужно. Вот, это про лямбды, но можно было бы зайти к этому всему еще и с другой стороны, да. Вот, сейчас мы этот метод написали сами, но, возможно, вам может понадобиться что-то еще. Не факт, да, что вот вам нужна именно такая последовательность, возможно, вам нужно как-то иначе ваши элементы обработать. Для этого есть стримы, стрим API. Вы, возможно, с ним встречались уже. И это выглядит вот так вот, да. Смотрите, вот тот же самый метод, который был раньше. А вот, соответственно, лист, который был листом. Ну, там был метод run, да, тут был лист. Он, соответственно, а у класса лист есть такой метод, появившийся в 8-й джаве, называется стрим. Ну, и тут важно понимать, что стрим – это на самом деле не коллекция, а это просто временное хранилище для тех, даже не хранилище, это просто труба такая. Ну, то есть там ничего не хранится, просто все элементы из одного конца входят, другой выходят, как-то преобразовываясь в пути. Дальше тут, соответственно, можно задать то, как этот стрим обрабатывать. Вот, смотрите, да, то есть вы взяли стрим. Стрим – это что-то, почему можно пройтись теперь. У стрима есть разные методы, которые, опять же, возвращают какой-то другой стрим, но, возможно, другого типа. Все еще стрим, но тип может поменяться, да? Ну, вот, например, есть метод у стрима, у экземпляра. Вот вы вызвали лист.стрим, у вас появился экземпляр этого класса. Дальше у этого экземпляра есть методы, которые возвращают либо себя же, либо себя же как-то видоизмененно. И плюс есть еще какие-то операции, которые называются терминальными, которые завершают вот эту обработку этих всех данных. Соответственно, у стрима есть, например, метод фильтр, который принимает себе на вход вот этот уже существующий интерфейс Java, который лежит там в Java ETL Function, и делает, ну, и по факту говорит о том же, что, ну, я занимаюсь тем, что я фильтрую сообщения, которые нужны, ну, фильтрую какие-то данные, по признаку нужно, не нужно. Если true, значит, берем, если false, значит, не берем. Также у стрима есть метод map, который принимает себя интерфейс function, да? У которого, опять же, есть какой-то тип t и есть какой-то тип r. Ну, и, собственно, он и делает, да? Вот он берет, делает вот эту вещь, да? Взяли какой-то элемент и преобразовали его к другому типу. И вот вы пишете реализацию с помощью лямбды. Возьми message, а верни string. А, соответственно, consumer.recept аналог вот этого for each. Но в этот момент обработка стрима заканчивается. То есть вот после выполнения этой операции у вас уже не будет никакого стрима. Вот после map вам вернулся еще экземпляр стрим, а после for each вам уже ничего не вернулось. Вы выполнили все, что могли. То есть идея такая, да, что вы вот здесь вот взяли этот стрим, у вас ничего не выполнилось. Совсем ничего, да? Вы написали в коде stream.filter. Ну, вы просто что-то объявили, вы опять ничего, у вас в коде не запустилось. Вы написали точка map, и тоже у вас ничего не выполнилось. То есть на каждом из этих шагов вы можете сохранять результат в переменную типа stream. Да, вот тут написать stream, generic, там, message равно list.stream. Кто написать stream, опять же, message равно там stream существующий точка фильтр. Кто написать stream, string равно предыдущий стрим точка map. Это все будут экземпляры, но у вас никакого кода, кроме вот этих переприсваиваний, не выполнится. По факту stream начнет выполняться тогда и только тогда, когда будет вызвана терминальная операция, которая уже... Ну, то есть терминальная операция, которая заканчивает, завершает эту трубу, скажем так, да? То есть вы элементы закидывали в какой-то обработчик. обработчик, по-разному их в процессе меняли, видоизменяли, и в какой-то момент вы захотели их получить. И вот когда вы захотите их получить, это уже и будет терминальной операцией, и вот только в тот момент действительно у вас запустится ваш стрим. Вот, смотрите, неправильно думать, что если вы написали list.stream.filter, то вот в этот момент у вас уже все запустилось, и элементы отфильтровались. Нет, с ними вообще ничего не произошло. И после map ничего не произойдет. Начнет что-то происходить только после for each, который уже поочередно начнет из этого списка вытаскивать элементы и проводить их по вот этому воображаемой трубе, да? Возьмет элемент, обработает через фильтр, через map, передаст вам for each. Но вот только в самом конце. То есть стримы ленивые. Они выполняют работу только когда нужен уже конкретный какой-то результат. Так, еще кусочек про лямбдовыражение, да? Чтобы когда... Ну, то есть, смотрите, вот здесь, вот это вот все, это лямбдовыражение. Можно было бы написать это с помощью анонимных классов, например, а можно было бы с помощью лямбд. Ну, допустим, да? Теперь, что вообще можно в них передавать, да? Если это лямбдовыражение, то оно так или иначе находится внутри чего-то. Ну, то есть вы не можете написать лямбдовыражение просто, где вам благорассудится. Вы так или иначе его пишите внутри какого-то класса. Да? Соответственно, вы можете получить доступ по лямбдам, методам, классам, интерфейсам, внутри чего это лямбдовыражение находится. Если вы находитесь в каком-то методе или где-то еще только Final или Effective Final переменные, и при этом вот shadowing уже нельзя сделать. Здесь так не работает. То есть более содержательный пример, он выглядит вот так вот, да? Что у вас есть какой-то классик внешний, у него есть статичная переменная, есть обычная переменная, но это все внешнее. У вас есть какой-то метод, вот есть две переменные B, она Effective Final, D, но при этом D меняется, E тоже меняется, F Final не меняется, G тоже не меняется. Но у вас теперь, вы теперь не можете сделать вот так вот, как могли сделать в случае с лямбда, в случае с анонимным классом, то есть в анонимном классе вы могли написать int g равно чему-то и перекрыть эту переменную, а вот на лямбды налагается дополнительное ограничение, что вот так вот сделать нельзя. То есть если вы хотите создать переменную, которая уже существует вне, ну так не получится. Но зато к переменным можно по-разному обращаться, да? Вот у вас есть какие-то... Вот у вас есть переменная A, да? Вот она здесь. Можно к ней обратиться таким образом. Здесь вот нигде переменной A нету, она есть только тут, поэтому вот вы пишете A, и у вас будет использоваться эта переменная. Можно то же самое написать по-другому, но это и относится и к тому примеру с анонимным классом, да? Вот у вас есть лямбда, ну класс, да, внешний. И так как переменная static, то вы можете к ней обратиться и иначе, например, да? Можете обратиться к ней так, как будто бы она внутри, а можете обратиться так, как будто она статичная и через имя класса. Ну, окей, да? Вот, например, переменная B. Это вот B перекрыто внутри метода, да, но не в лямбде. То есть в лямбде вы не можете перекрыть название, но вот, например, метод перекроет внешнюю переменную B, да? Тут B и здесь B. Соответственно, если вы напишите B, то вы окажетесь, вы возьмете вот эту вот переменную, да, метода. Если вы напишите this, это будет говорить о том, что вы используете переменную экземпляра того класса, внутри которого этот метод был вызван, а это уже будет внешнее. То есть когда вы пишите this, вы же не локальные переменные методов используете, да, вы используете переменные классов. Ну вот, соответственно, this.b. Вот он, да. Ну и дальше. Вот у вас есть final int f. Ее можно завязать, можно завязать g, но вы не можете опять же завязать d, e. и, да, потому что они не final, и нельзя сделать shadowing. То есть так нельзя, но если вы g там обратитесь, ну все окей. Но при этом... А, да, и смотрите, вот здесь еще, да, что-то я вначале чуть-чуть напутал, да, потому что вот я здесь обратился к lambda.a только лишь потому, что я вот эту a перекрыл в названии. Да, вспомним, что нельзя делать shadowing, но если вы сокрытие имени, да, получается, но вы можете сокрыть имя чего-то внешнего. Да, то есть вот есть... Вы говорите, что вы пишете метод consumer, реализуете интерфейс consumer, который принимает integer, и вам надо этот integer передать. Дальше вы в скобочках пишите то, как к этому переданному параметру обращаться внутри лямбда выражения. Вот в моем примере я назвал это a, да, буква a. При этом я не мог здесь написать что-либо из вот этого зоны видимости, этой лямбды, да, как там было такое слово. Своя зона видимости. Причем она лексическая, да. То есть лямбда, что такое зона видимости, да, вот эта вот лямбда, она находится внутри метода run. Метод run находится внутри вот этого, да, но... Ну, то есть, смотрите, вы не можете обратиться к этой лямбде ниоткуда, кроме как из этого метода, если с другой стороны на это посмотреть. Вот зона видимости, да, соответственно, b, d, e, f, g они вот есть здесь вот, а a тут нет. Поэтому можно ее заиспользовать. Ну, а так как имя было перекрыто, внешнего уже поля, внешнего класса, то к нему можно обратиться, ну, например, по-другому, да, либо там через this, либо через само название, если это static. Вот, при этом для лямбда-выражений вы не можете сделать дженерику это лямбда-выражение. Ну, то есть, дженерик вы не можете в том смысле, что вы должны знать, какие конкретно типы будут использоваться в этой лямбде. Ну, и, соответственно, там, где джава этот тип сможет вывести. Ну, и, как я показывал, да, что тип определяется из того места, ну, тип определяется по тому, где это лямбда-выражение создано и что в нее передается, да, что из внешнего мира в нее приходит. Джава знает, какого типа эти внешние переменные и, соответственно, может вывести правильно тип лямбды. Но если вы захотите написать, ну, имеется в виду, да, что у вас будет лямбда, которая принимает не какой-то конкретный тип, а дженерик. Вы хотите написать лямбду для всего на свете. Что вот здесь а будет не какой-то интеджер, да, а какой-то плавающий тип. То есть, вот вы тут явно сказали, что а это не что-то, что угодно, а это вот конкретно интеджер. Ну, вот нельзя сказать, что давайте на вход все, что мне нравится, я просто тип потом выберу. Так сделать нельзя. Нужно как бы этот тип явно определить. Ну, вот, соответственно, типы обычно определяются, если вы где-то переменную там объявили, что-то присвоили, написали return, создали массив, если передали какой-то метод либо в конструктор, если у вас есть какой-то if или там тернерный if, либо вы явно скастовали какому-то нужному типу. Ну, вот есть такой вот пример. Что вот есть такой классик executor-сервис. Ну, про него будет потом. Но факт в том, что у него есть такие вот методы. У него есть submit, который принимает runnable, интерфейс. А у интерфейса runnable есть один единственный абстрактный там метод, да, это void. Ну, то есть метод run. Также у executor есть другой метод, submit, то есть перегрузка метода произошла. И тут принимается уже другой интерфейс, который называется там colable, да, есть такой интерфейс. Он чем-то параметризован, он параметризован возвращаемым значением, что надо вернуть. Соответственно, Java поймет, что, ага, вот смотрите, вот тут вот вызвался submit без параметров и вернул void, значит, это runnable. а тут вот вызвался submit без параметров, но вернул что-то. При этом мы знаем, что 42 это int, да, подлинно, да, там, где мы пишем чиселки, это обычно int, ну, либо надо прикастовывать к тому типу, который нужен. и вот это получается уже colable. Java поняла. Но если сделать по-другому, да, вот у вас есть какой-то интерфейс, а, и вы этот интерфейс параметризуете каким-то типом, то вы можете взять и написать такую лямбу, да, вот, взяли класс, параметризовали его явно типом string, и сказали, что, ну, прими на вход string, верни boolean. Все окей. Но вы не можете сделать вот так вот. Что сказать, что вот есть у меня в интерфейсе метод, который принимает все, что угодно, и возвращает boolean. В этом случае Java тип определить не сможет. Вот такое лямбда-выражение нельзя написать. Потому что в этой ситуации тип был явно задан экземпляром, когда вы создавали, вы явно указали, какой тип нужно использовать. А в этом случае тип указан не был. Ну и, соответственно, вы ничего не можете сделать. Вы не можете не просто лямбду написать, Java не поймет, что это за S должно приходить на вход, какой тип-то подставить туда. И даже вот так вы не можете написать. То есть никаким образом с этими штуками лямбда не работает. FUTURE это класс, который как бы говорит, что ну Executor Service это про многопоточную историю. И туда обычно что? Вы даете на вход какие-то задания, сабмитите, делаете сабмит, да, сабмит. Дальше внутренние потоки эту задачу выполняют, соответственно, вызывают метод run. И когда метод run будет завершен, вы с помощью FUTURE сможете получить результат. Ну, если это был run там результата не будет. Если это callable, то вот вы получите то, что вернется в результате. Ну, соответственно, там вот и есть метод call, который возвращает какой-то тип. Ну, здесь на самом деле T, тут у меня чуть опечатка. Соответственно, вы получите в результате, то есть, когда найдется свободный поток, свободный поток выполнит вот этот внутренний метод с названием call, то вы сможете вызвать у FUTURE метод точка get, и вы получите это число 42. Ну, если еще за FUTURE говорит, то там есть методы get, которые просто вашу программу, ваш поток, который этот get вызвал, остановят до тех пор, пока задача не выполнится. Или вы можете сказать там get, какое-то время подожди и попробуй, ну, зависти на какое-то время, если ответа не пришло, то верни управление себе назад. Ну, и там еще есть метод, что выполнился, либо не выполнился этот FUTURE, можно как бы через Boolean попробовать проверить. Вот, лямбда выражение, есть еще ссылки на методы, ну, про них уже говорили, да, ну, работает примерно так, да, что вы можете с помощью лямбда выражений создавать анонимные методы, но имеется в виду, что у вас внутри интерфейса вы методу даете названия, а в лямбде вы не даете никаких названий, да, вы просто указываете, какие аргументы получать, и что возвращать. Ну, может быть так, что вы уже хотите не писать новую лямбду, потому что у вас есть очень-очень похожий метод, делающий то же самое. ссылаться можно по-разному, да, у вас может быть какой-то класс, и в нем есть какой-то статичный метод, ну, вот напишем название класса, вот тут синтаксис, да, там была стрелочка, а тут двое двоеточий, двоеточие, двоеточие, название метода, либо вы можете сослаться на экземпляр и на метод какого-то экземпляра, но делайте то же самое, только если здесь надо было явно написать сам класс, то тут экземпляр класса вы указываете. при этом можно сослаться, что давайте мы вызовем какой-то метод какого-то типа, то есть здесь экземпляр, а тут нам можно написать, например, там стринг, ну, то есть смотрите, у статик класса есть статичные методы, у экземпляра тоже есть какие-то методы, но методы какие-то есть, также просто у класса, ну, то есть у экземпляра метод, который реально можно вызвать у экземпляра, а у класса просто есть методы, которые определены в нем, да, там у стринга, например, есть у класса стринг, есть метод там лен, да, длина, вот у вас нет ни экземпляра этого стринга, и у вас это не статический класс, но все равно можно сослаться на метод, то есть если на вход дастся экземпляр класса стринг, то вызовет тот метод, который нужен, и также можно ссылаться на конструктор ну вот двоеточие двоеточие new например да вот тут вот ссылается на тип стринг на метод длина или вот на статичный класс ну у класса систем есть статичный метод current time ilis но сошлёмся на него или вот у какого-то списка с типом стринг ну явно укажем да есть метод сайс казалось бы да ну generic не обязательно но можно и указать вот без generic та же самая история или вот у типа массив интов есть метод клоун да или вот например да есть у вас просто параметры типы ну то есть синтаксис такой да какой-то тип двоеточие двоеточие его метод до какой-то но вот другие примеры system.out out system.out это уже экземпляр и вы ссылаетесь на метод экземпляра вызове print line у вот этого экземпляра объекта или вот у вас есть экземпляр класса стринг abc и вы говорите ну вызови метод when вот этого abc вот можно сослаться на переменную какого-то переменную в массиве да какую-то конкретную вызвать у него метод если он есть более того это можно сделать через тренарный оператор причем смотрите да как это работает сказали что если вернется в переменной тест лежит true то возьми список и замени в нем все строчки с помощью команды trim вот то есть джава же знает да что если есть список ну то есть считается что здесь лист это лист стрингов лист типа стринг периметризованы соответственно когда вызывается replace all то он для каждой ну передаст внутри себя по очереди возьмет каждый из элементов которые будут типом string и вызовет для них метод trim если тест вернется false то вызовется метод list и дальше у того что получилось в результате терминарного операторы там тоже можно на что-то сослаться ну все честно да как бы лист возвращает лист является и terrible просто лист тоже является и terrible ну давайте сошлемся на метод итератора ну и можно еще до сходить в родительский класс вызвать что-то у него вот есть еще примеры да вот у вас есть там стринг опять же тип вы у него вызываете value of либо тому типа а рейс вызываете там сорт можно еще даже дженерик указать до какой-то конкретный вот есть примеры с конструктором то есть здесь создаться экземпляр ари листа типа с параметризованный типом string здесь просто создаться реалист вот это получается внутренний какой-то до конструктор и тому подобное можно так массив создать например да мы закончили на вот этом что можно было что можно брать и ссылаться на уже какие-то существующие методы как у классов статичных так и у экземпляров так и просто у типов и вот в самом начале вы возможно помните что внутри класса message был такой мест компании там стенд соответственно теперь вот задача да вы взяли список сообщений и хотите его отсортировать можно сделать это по-разному так или иначе метод сорт принимает интерфейс экземпляр интерфейс компаратор такого же типа какого будет элементы списка на которую метод сорт которого вызывается соответственно можно взять объявить явно класс потом написать new получить экземпляр этого класса который вы явно объявили и перегрузили метод компе можно написать анонимный класс уже без вот этих вот класс название им племит уже часть коды ну кода стало меньше да вот не вот столько а вы им плейс это сделали также можно было бы это сделать с помощью лямбды кода еще меньше да но я здесь просто везде ссылаясь на этот внутренний метод но как бы здесь могло быть написано и что-то более ну что-то другое но также можно взять просто и сослаться на метод уже существующий да то есть вот тут вот лямбда которая принимает first second и внутри себя вызывает статик метод классы месседж передавая ему first second в качестве аргументов а можно просто взять и сослаться на уже существующий метод в классе месседж тогда не придется ничего писать лишнего ну вот да как вы помните метод выглядел вот так вот есть месседж в нем есть статический метод очень похожий на компету потому что принимает два аргумента того же класса и возвращает int ну реализация по факту может быть любой то есть даже она не будет делать компе но этот метод подходит под реализацию интерфейса comparator и вот именно поэтому здесь его можно взять так не здесь его можно взять и за использовать да потому что здесь int здесь типы одинаковые и у списка такой же тип ну классно давайте просто возьмем и скажем что вызове вот этот метод без дополнительных каких-то операций лишнего кода вот да или другой пример вот у вас есть класс какой-нибудь там range в нем есть два промежутка фронту и вот вы говорите что ну давайте зададим этот range этими фромы ту и попробуем отфильтровать все сообщения которые вне да потому что мы только внутренние смотрим сделать из сконвертировать сообщения в пользователя и добавить сет чтобы сделать это все уникальным ну здесь лучше было бы написать не сета сорта c да потому что тут три сет но здесь по факту это неважно как бы сет просто дает уникальность а какая реализация уже в принципе без разницы я здесь в принципе ничего с больше не делаю поэтому так вот ну вот соответственно есть просто какой-то класс у него есть метод там раньше ну вот создали экземпляра этого класса передали ему ну с какими-то параметрами да и теперь мы говорим но отфильтрует так как отфильтрует вот этот метод in range если был создан какой-либо экземпляр да соответственно вот экземпляр range него передали два таймстэмпа значит в этом экземпляре булин он range будет оперироваться ну вот теми таймстэмпами которые передали в конструктор да и дальше когда на метод сослались range in range да то тут вот получается ну что произошло на вход придет какой-то фильтр возьмет какой-то текущий месседж поместить и ну и передаст его аргументами метода экземпляра который уже в зависимости от того какие там таймстэмпа в нем находится будет ну зависимости от таймстэмпов внутренних будет фильтровать эти сообщения то есть делегировали работу вот этому внутреннему внутренностям этого класса да при этом у message есть getter там да get user но вот давайте тоже на него сошлемся скажем что вот ты сначала фильтруй сообщения а потом достань всех пользователей ну переделай экземпляр месседжи в экземпляр юзера который там вот лежит в нем внутри и для каждого элемента добавь его во множество таким образом вот этот вот четыре строчки достанут вам всех ну получится у вас уникальное множество людей которые там писали сообщения в этом диапазоне и для этого не пришлось писать кого-то кода дополнительного потому что месседж уже есть ну класс и раньше тоже вам откуда-то пришел допустим он существует зачем-то вам нужен и а здесь опять же сослались на метод экземпляра значит будет вызываться add вот этого экземпляра который был создан вот именно того сет которые создали вот теперь чуть больше внутрь стрим api если посмотреть то можно делать например вот такие вот вещи да давайте что делает этот код ну месседжес понятно месседжес это список сообщений до ну где чатай дилет юзеру где чатайте возвращают лонг где тьюзер возвращает ну юзера сколько в конкретно ну вот надо было так вот спрашивать без резалт ну сколько сообщений давайте так сходу не скажешь давайте посмотрим да взяли какой-то там стэмп сказали что ну давайте возьмем с текущего момента до недели назад до промежуток инстанционалу вернуло текущее время минус 1 указали аккумулятор vx значит неделю назад за последнюю неделю отфильтруем все сообщения которые были time stamp before значит если время если вот это время было до того который в сообщении значит сообщение верно ну значит вот последние недели да простудка инвертирована чуть-чуть берем сообщение за всю последнюю неделю потом начинаем их делаем коллект коллект это метод который пытается ваш ну условно это тоже как map только map он преобразует элементы стрима а коллект возвращает вам какой-то результат уже то есть он пропустил все элементы через себя и обернул этого что-то другое какую-то другую коллекцию или что-то еще соответственно вот здесь написано сгруппируй все вот эти месседжи которые прошли через фильтр по признаку айди чака вот тут появляется map лонг да где лонг это формально чата еди получается получится мапа где в каждый ключ это будет айди чата дальше написано ну а теперь для всех вылью то есть для всех таких то есть сначала ну тут появится уже такая мапа да то есть у каждого здесь будет чат айди но вот на этом этапе есть отображение чат айди и месседж ну то есть прошлись по всем месседжем взяли у каждого чат айди и потом сгруппировали тут уже даже маркер есть то есть был вот такой вот список потом сделали вот этот группен баре и появилась на выходе получается под списки такие да где в качестве где у них у всех есть общий какой-то чат айди там чат айди один какой-то другой тут какой-то третий дальше написано вот для каждой уже вот этой вот подгруппе возьми в качестве ключа пользователя и посчитай сколько сообщений то есть вот эти вот штуки делятся еще по разным там пользователям да здесь какой-то там юзер один здесь юзер там какие-то два и считается сколько вообще элементов вот в этом результирующим под списке соответственно написано до сколько для каждого чата указано сколько сообщений написал какой-то конкретный пользователь в нем сколько сообщений написать сколько сообщений написали пользователи в каждом конкретном сколько сообщений написал написали конкретные пользователи в каких-то конкретных чатах нужно так больше правильно, более правильно. Ну вот, но когда вы начинаете пользоваться стримами, вам может показаться, что этот код очень классный, и не нужны уже эти бесконечные форы, потом там что-то достаем по ключу, там как-то группируем, все это происходит. Но тут есть такой Тагир Валеев, который вывел новую болезнь, и сказал, что, ну то есть когда люди перешли на восьмую джаву, им очень понравились эти стримы, потому что раньше их не было, тут они появились, у людей появилось такое вдохновение, ну давайте их все использовать. И люди стали как бы переписывать много-много кода на эти стримы, даже хотя это делать не всегда стоило бы. И вот Тагир Валеев очень тщательно изучал эту тему, когда они только появились, выступал на конференциях по этому поводу, вывел целую свою болезнь и в принципе сейчас продолжает это и что-то там и занимается еще чем-то в JetBrains. То есть он раньше был в НГУ, чем-то занимался, а потом перешел на работу в JetBrains. Вот, соответственно, смотрите, что такое из себя представляет стримаппе. Значит, у вас сначала есть что-то, элементы чего вы хотите обработать. И это дальше вы пишете, составляете некий конвейер из тех операций, из операции преобразования. Там фильтр отсеяли, там мап как-то преобразовали. Дальше у вас есть, ну, стрим это, соответственно, мы переносим из чего-то, ну, то есть конвейер это вот то, что было написано, там фильтр, мап, там, и так далее. Дальше стрим это то, что переносит, соответственно, из вашей структуры данных в этот конвейер, да, который был описан, и в нем не хранятся элементы, да. Как я говорил, стримы, они ленивые. То есть они начнут, во-первых, они ничего не хранят, они просто пропускают через себя и дают вам по результату какой-то результат, который вы у него запросили, у этого стрима. Соответственно, когда вы пишете эту штуку, да, есть три вещи, да, откуда брать элементы, источник, как обрабатывать, можно никак не обрабатывать, можно обрабатывать как-то, это сейчас посмотрим, но они бывают трех видов, да. Либо они что-то перетусуют, собирают как-то, да, они при этом ленивые, точнее, не так, все промежуточные операции являются агрегирующими, ленивыми и возвращающими новые стримы. Но есть всегда какая-то конечная операция, которая сжимает весь стрим что-то в одно, она как бы берет, ну, как бы, то есть если ленивая выполняется когда-нибудь, то жадная вот выполняется в тот момент, когда надо. И, соответственно, возвращает уже вам что-то конкретное. То есть до того момента, пока конечная операция не вызвалась и не выполнилась, стрим не начнет вызываться, данные по этому конвейеру не пойдут. Они пойдут только в момент исполнения конечной. Соответственно, стримы можно достать из разных мест, можно через коллекцию, из массива, есть специальный генератор, это вы даете на вход с чего начать и как продолжать, у вас сам стрим генерится. То есть теперь можно делать условно как фразки или какие-то бесконечные структуры данных. Можно делать стримы из каких-то вот input-output элементов. При этом вы можете создавать потоки какие-то новые, например, пустой поток, да, смотрите, есть важное замечание, что вы вот есть в коллекциях, мы рассматривали на прошлой неделе, и там можно было вызвать методы там empty set, empty map, empty list, что-то там еще, либо как угодно, либо map там off, ничего, вам тоже вернется какая-то пустая мапа, и они все удовлетворяли тому свойству, что один раз это пустая мапа, там set list создались у вас в java, и вам всегда возвращается одна и та же ссылка, то есть экономится память. Поэтому выгодно и полезно вызывать всегда вот эти empty, если вам действительно нужно что-то пустое. Но со стримом не так. У стрима есть состояние, выполнился он или не выполнился. то есть если вы решите составить вот этот вот конвейер, сохранить это в переменную, а потом вызвать финальную операцию дважды, то на второй раз у вас вылетит исключение. То есть стрим можно вызвать только один единственный раз. Вторые разы уже он будет как бы выполненным, так сказать. И поэтому empty вам возвращает каждый раз новый экземпляр. Ну, все отличие, потому что там есть внутри состояние, запускали его или не запускали. Вы запустите пустой стрим, ну, вы пройдете по никаким элементам, но стрим будет уже хранить у себя флажочек, что он был пройден, обработан. Вот, можно еще из чего-то, но сейчас будет просто пример, как это делается. Можно делать из других. Здесь имеется в виду, что лимит, вы говорите, что у вас есть какая-то коллекция, там вот есть, допустим, сто элементов, а лимит говорит, ну, ты первые пять там возьми, там лимит пять указываете, первые пять берете. Skip, ну, пропусти первые там пять. Конкат, это два стрима, объедини в один. Distinct, найди уникальные элементы в этом стриме, ну, и sorted, возьми существующий стрим, да, и отсортируй его, получи новый стрим, который уже отсортирован. При этом есть какие-то агрегирующие операции, у них уже нет никаких состояний, то есть подразумевается, что обработка одного элемента никак не зависит от обработки какого-то другого элемента в том же стриме. Ну, вот это фильтрация, то есть фильтрация берет один конкретный элемент и смотрит, подходит он или не подходит, да, мап тоже берет один конкретный элемент, как-то его преобразовывает. Флэтмап делает то же самое, но в другие типы немножко. Пик, это метод, который просто берет, ну, пик это формально, это, как он там назывался, когда у вас возвращаемый тип void, но передается, конзюмер вроде он назывался, возвращаете void и передаете тело, как надо обработать. Соответственно, пик позволяет вам в процессе обработки стрима, так сказать, посмотреть на текущий элемент. Ну, вот вы, и говорится, что следует использовать это только для дебага. То есть надо в продакшене на что-то смотреть, вот вы дебажите, не понимаете, вызвали пик, посмотрели, потом удалили этот метод. Есть те, которые и зависят, то есть, ну, понятное дело, что чтобы отсортировать, надо знать про другие элементы, чтобы достать уникальные, тоже надо знать. Limit skip, ну, тоже ясно дело, что вам нужно знать, что у них есть какой-то порядок, ну, если там список, например, чтобы отдирать кусочки, либо пропускать, либо откидывать. Вот пример, да. Вот это пустой стрим, здесь будет каждый раз создаваться новый экземпляр с состоянием, да, ну, сначала будет, что его надо обойти, этот стрим, когда вы с ним что-то сделаете, вот он будет, ну, у него поменяется состояние на то, что его обошли. Вот через off, да, вы пишете off и передаете какие-то элементы, из которого вы хотите ваш стрим создать. конкат, вот он берет и склеивает там два стрима. Сначала у вас пойдут элементы первого, потом элементы второго. И вот если здесь вызвать, да, стрим, конкат, два, там, фуич, то вот сначала для каждого из этих элементов вызовет спринт, потом для всех этих. А сами два этих стрима поменяют свое состояние, как их, как бы, обошли. Вот builder, да, формально очень похоже на off, но вы уже делаете это через метод. То есть вы не передаете, здесь вы должны какие-то, я, ну, то есть чуть меняется, да, парадигма. Точнее, как сказать, да, вот вы off вызвали один раз и больше не можете, все, вы уже создали ваш стрим. А тут вы можете сделать add, поставить точку запятой, сделать что-то еще, потом опять сделать add, add, да, и только вот тогда, когда вы вызовете build, ну, вот это, кстати, pattern builder, да, pattern проектирования, когда вы берете через какие-то методы, конструируете ваш объект, а на build возвращается уже созданный экземпляр. То есть внутри класса есть внутренний класс builder, который знает, как надо объект конструировать, но это все инкапсулировано внутрь, то есть вы не можете сами создать объект напрямую, вы должны заиспользовать builder, который лучше вас знает, даете ему какие-то на вход параметры, ну, вот здесь, например, add, да, можно по-другому сделать, да, вот есть метод generate, который принимает на вход какое-то первое число, да, как сказать, первое число, это, ну, в общем, с чего начинать, да, init какой-то, потом, нет, по-другому, стрим генераль, что делает, да, он берет на вход что-то, из чего он будет доставать элементы, соответственно, вот понадобится стриму новый какой-то элемент, он вызовет system current time list, опять понадобится в стриме новый элемент, он опять вызовет system current time list, то есть вы говорите, передаете метод, который будет возвращать вам новые элементы, ну, и так как system current time list, он получается принимает ничего, то вам нужен какой-то метод void, да, метод, который принимает, ну, принимает ничего, а возвращает что-то, да, что-то, что будет являться элементами вашего стрима, соответственно, что дальше происходит, да, сказали, как создавать элементы, сказали, что нужны уникальные, ну, потому что иначе, если позапускать, то он будет просто одинаковый current time list возвращать, если быстро вызвать несколько раз current time list, вы можете получить одно и то же время, не проблема такое сделать, соответственно, дальше вы получаете уникальные, говорите, что надо всего три, с помощью пик смотрите, вот, давайте выведем текущее время, вот оно, да, выводится у меня, потом вот есть такие, там, mapToLong метод, который скажет, ну, был у тебя обжект, а теперь, сконверти это в маленький лонг, это нужно, вот есть просто такие операции, там, сум, например, или average, которые работают именно с примитивами, числовыми, соответственно, вот дальше, что сказано, сделай из обжектов маленький лонг и просуммируй, теперь как это будет работать, да, вот вы сказали, ну, бери элементы отсюда, посчитай уникальные, возьми максимум, там, три, посмотри на каждый, сконверти в лонг, посчитай сумму, вот теперь начинается считаться сумма, сумма считается и понимает, что, ну, четыре элементов нет, да, надо посчитать, ну, тут еще лимит, да, где-то есть, надо всего три достать, вот возьмется первый элемент, сгенерируется, был такой, и их было меньше, чем три, ну, давайте возьмем его, выведем, сконвертируем в лонг, добавим в сумму, сходим за вторым, если время вернулось такое же, то пропустим, вызовем снова, там, current iMilis, будем вызывать до тех пор, пока не получим что-то уникальное, ну, соответственно, возьмем максимум три, и по итогу посчитаем, ну, вот, сумму можно вывести, тут вот вывод, и есть еще там четвертый, какой там, еще один способ, iterate, который говорит, с чего начать, это похоже на мануэд, из функционального программирования, да, когда у вас есть какой-то нулевой элемент, и вы говорите, что делать, если начинаем с буквы, просто с буквы А, и дальше говорим, что, ну, дальше редуцирующая операция, возьми то, что было, то, что получилось на предыдущей операции, и добавь к нему еще одну букву А, да, ну, то есть вот, возьми, дай результат предыдущей, первый раз, самый первый раз, это будет то, что вы передали, и дальше выполни для этого вот какое-то действие, ну, допустим, прибавь еще одну А, дальше пропусти первые пять элементов, и возьми после этого три, то есть возьмется по индексу какой-то там, пятый, шестой, седьмой, но вот здесь вот не совсем корректно, да, здесь должно быть шесть букв А, потом семь, потом восемь, здесь вот одной не хватает буквы, ну, и их все выведя, то есть с чего начать, и как добавлять к следующим элементам результат, это про создание, потом есть еще операции, которые вам уже возвращают какой-то результат, они бывают разные, да, для статистики, например, посчитай среднее, найди сумму, найди минимальный элемент, максимальное количество элементов, или булин какой-то возвращать, да, подходят ли все элементы под какой-то предикат, или вот хотя бы один-то подходит, или может быть ничего не подходит под него, или вам надо найти, да, тут вернется optional, как бы найди первый подходящий, либо найди какой-то любой, ну, вам вернется optional, из которого вы можете уже проверить, может быть видели, да, optional класс, это обертка, сделано вроде как для спасения от нула, но это не совсем так, не спасает это сильно от нула, но optional обычно используется тогда, когда вот вы точно знаете, что ваша операция, ну, то есть вы хотите получить какой-то элемент, его может быть, а может не быть, и это корректно, ну, то есть если вы идете там в базу данных за чем-либо, там, за ID фотографии, вы взяли откуда-то ID фотографии, и идете в базу данных, и вот вам база данных возвращает null, допустим, да, а можно обернуть в optional, но казалось бы, если вы знаете, что ваша ID фотографии корректна, то что фотография существовать должна, а база вернула null, что ее не существует, значит, это невалидная операция, да, такой пример, что вы идете за чем-то, что вы точно знаете, что должно быть, иначе это ошибка, тогда тут optional не подходит, а если вы идете за чем-то, чего может быть, чего может не быть, например, у пользователя в социальной сети может быть аватарка, а может не быть, это корректно, да, тут все классно, как бы, ну вот здесь для таких операций подходит optional, ну и, соответственно, вот это то, что возвращается здесь, вы могли найти, могли не найти, есть еще операции, так называемые, редуцирующие, да, вот с чего начать, и как продолжать, то есть, вот, например, сделали стрим, вот есть еще стримы примитивов, вот так, например, можно написать цикл, можно не писать, for, int, i, равно 0, i, меньше 10, можно писать, instream.range, и вам просто каждый, ну, вам вернутся все индексы, от 0 до 9, не включаю правую границу, дальше сказано, что возьми, начни с этого, дальше бери, редуцирующие операции, начни с чего-то, возьми первый элемент, возьми какой-то второй, проверни с ними вот это вот действие, ну, то есть, возьмем сначала, как это работает, да, сначала в left положим первый элемент, потом применим к нему, вот возьмем второй, применим к нему вот это, к результату добавим третий, то есть left будет результат, right будет третий, да, опять применили, потом в результат положили в left, left в right поставили четвертый, дальше все так сложили, получили какой-то int, соответственно, посчитали сумму чисел от 0 до 9, можно также хэш, например, считать, да, взяли какую-то строчку, взяли у нее чарс, вам вернется стрим чаров, сказали считай хэш, начни считать хэш с нуля, потом возьми, ну, то есть дальше что будет, первый раз подставится нолик, под оператор B подставится, под параметр B подставится первая буква, там, T большая, да, дальше 0 умножится на 31, прибавится первая буква, дальше результат, к результату, к результату множества на 31 прибавится вторая буква, опять к результату, к результату множества на 31 прибавится третья, и так далее, пока буква не кончится, ну, то есть речь о том, что reduce, это уже оно завершает историю, вот, ну, и дальше можно вывести, системалин принтлайн сумм выведет сумму, хэш, вот можно проверить, что хэш-код внутри стринга устроен точно так же, как вот тут написано, по сути, эквенентную штуку написали, вот, еще есть некоторые операции, которые, уже было раньше, да, которые делают коллект, они берут элементы стрима и преобразовывают, преобразовывают во что-то, уже как бы измеримое, да, реальное, конкретное, если стрим, стрим это не структура данных, то вот коллект позволяет вам обработанные элементы во что-то поместить, там есть три аргумента, как создавать результирующий конвейер, контейнер, как добавлять элементы к результату и как объединять, ну, это проще сейчас на примере посмотреть, но, также, на самом деле, если вы вызовете коллект, тут вот вам предложат заиспользовать какой-то существующий, и, в принципе, в java есть класс, класс коллект, и через точку можно получить, например, коллектор, там, ту лист, ту сет, ту мап, то есть уже что-то, в какие-то существующие коллекции, готовые реализации, где вам не надо с нуля все писать. Вот пример, да, то есть сначала нам нужно, давайте еще раз сейчас, как создать результирующий, как добавлять элемент к результату и как объединять, вот они идут по очереди. Соответственно, смотрите, вот создается стрим из каких-то элементов. Дальше написано, что давай, складирую это в какую-то структуру данных, вот тут вот, get немножко лишнее, то есть на самом деле get возвращает, ну вот если посмотреть, да, тут вот просто get вернул то, что вот тут вот get, да, а формально, если get не вызывать, то вот на вот этом вот этапе стрим завершился, и у вас экземпляр вот этого класса, потому что вот тут написано стрим-конзюмер new, значит вам в результате операции коллект вернется экземпляр класса стрим-конзюмер. Дальше сказано, как добавлять элементы к результату, ну вот так вот, то есть стрим-конзюмер создался, экземпляр, внутри него положили, внутри него есть мапа какая-то, ну почему бы и да, да, вот есть там мапы, она в конструкторе взяла и создалась, ну классно, тогда теперь мы знаем, как добавлять к результату, то есть берется какой-то существующий уже стринг-конзюмер, в него передаются элементы вашего стрима, вот метод accept, я вот на него сослался, вот он, ну и здесь просто происходит какой-то код, да, ну давайте возьмем стринг, давайте просплитим, его по двоеточию, посмотрим, если данные валидны, ну положим первое значение как ключ, второе значение как value в эту карту, дальше есть такая штука, как комбайн, это то, как складывать результаты, то есть считается, что у вас может так случиться, что ваш поток, ну ваши элементы стрима будут обрабатываться разными потоками, например, то есть есть у стрима там команда parallel, да, которая говорит, ну много по точно, сделай много по точно, и тогда у вас могут элементы по-разному, обработаться, может там обработаться один первый, там один второй, там последний, и получается, что у вас обработается первый, и у вас создаться экземпляр стринг-конзюмера, то есть создастся экземпляр, в него что-то добавится, обработается второй, в другом потоке тоже появится экземпляр стринг-конзюмера, в него что-то добавится, обработаются эти, тоже что-то добавится, дальше вот эти все параллельные истории надо объединить, для этого существует третий метод, который склеивает, ну и вот он, собственно, у него такая сигнатура, возьми что-то того же типа, чего вот было вот здесь вот создавалось, да, в первом методе, и как-то их склей, как нужно, ну и здесь я делаю просто, да, я делаю put all, все, что было в другом, ну, а так как у меня у стринг-конзюмера есть еще хитрый метод get, да, то я просто получаю эту карту внутреннюю, которая, по идее, инкапсулирована, и просто кладу внутрь, ну, то есть была мапа, в него что-то получалось, пришел другой стринг-конзюмер, получилась новая мапа, мы положили все элементы и порадовались, так эти все стринг-конзюмеры склеятся, то есть произойдет как ну, редукцирующая операция некоторая, да, комбайн это, ну и все, и по факту стрим выполнился, получился стринг-конзюмер какой-то один результирующий, ну и я просто у него вызвал метод get и получилось, вернулась внутренняя мапа, но есть также как бы множество уже готовых вот этих коллекторов, которые с типичными структурами данных умеют работать, например, вот так вот, да, что есть вот java.util.stream.collectors, тут есть там to list, to set, to map, но для некоторых все равно надо еще какой-то код написать, да, что вот как можно было по-другому это сделать, сказали, что возьми стрим, отфильтруй лишнее, я их там просто отсеивал, если не поделилась на два элемента, да, при разделении по двоеточию, то пропусти, вот я их тоже тут фильтрую, дальше я делаю map, где из строчки создаю массив строчек, да, split создаст вам то есть здесь еще надо следить, да, когда вы пишете, в принципе, идея это подсвечивает, то есть вот тут, вот, например, да, у вас stream string, тут тоже stream string, вот здесь у вас появился stream массива, то есть в процессе может тип меняться, и дальше вот этот collect, вызвали уже готовый to map, но этому to map не хватает информации, ему надо знать, как из элемента, из вот этого массива стрингов, который получился, получить ключ, а как получить value, но вот, значит, сюда приходит, в этот метод to map приходит, соответственно, массив, ну и дальше вот сказано, да, возьми этот массив, который тебе пришел, потому что у stream такой тип, возьми у него нолик, это будет ключом, ну, то есть две лямбды, да, через запятую, вторая лямбда, возьми первый элемент, это будет value, ну и сразу мапа вернулась, то есть уже без дополнительных каких-то операций, есть еще такие штуки, grouping by, ну это тоже вы видели, это достали, скватифицировали элементы по какому-то ключу, ну то есть сгруппировали, у них есть какая-то общность, одинаковый ключ, дальше положили в лист, ну и коллектор downstream, то, что вы видели на том примере, да, когда сначала достались все сообщения, которые были уникальны по message ID, по чат ID, а дальше вызывался downstream, который для value не стал их класть, получается, в лист, а сказал, типа, ну давай теперь еще по юзеру посмотри и посчитай, то есть можно как, просто сказать, типа, ну, то есть вы можете взять stream и сказать ему, ну давай grouping by по какому-то там полю, там по чат ID, у вас появится мапа из чат ID и список сообщений, да, или чего-то там еще, список ваших элементов, ну, то есть список того, с чем ваш стрим к этой операции пришел, да, сгруппированный почему-то, ну окей, ну можно пройтись еще ниже и как-то дополнительно обработать, ну вот пример примерно вот такой, да, что у вас, допустим, есть класс студент, есть name, есть курс, есть вот геттеры, есть какой-то статичный метод, типа, создай студента, почему бы и, да, соответственно, вот я создаю стрим через этот статичный метод, ну просто, чтобы не писать new, и дальше, то есть это не несет какой-то особой нагрузки, что можно как бы так, например, сделать, приватный конструктор, а создавать через там дополнительный метод, а можно new писать, ну, не принципиально, соответственно, но обычно просто new пишется, вот, и дальше я создал четырех студентов и сказал, ну, сгруппируй их по курсу, и вот в результате получилась мапа курс список студентов, которым этому курсу принадлежат, да, вот по ключу 1 есть два студента, а 1, ну, и тут у B, там B, D, ну, потому что, ну, и так вывелось, потому что ту стрим выводит через две точки, а имя курс. Так, все, и последний слайд, чуть-чуть про это, про параллельность, параллелизм. С параллелизмом история сложная, не утверждается, что если вы сделаете параллел, у вас будет работать быстрее, и это мы, ну, параллелизм еще рассмотрим позже, но, как бы, кто может понять, ну, почему такое может быть, вроде как говорим, делай параллельно, а работает медленнее, и это не про стрим, не только про стрим актуально, вы можете написать однопоточную программу, сделать, потом поделить ее на кусочки, сделать их параллельными, и у вас будет дольше, может такое быть. ну, в общем, смотрите, тут, как бы, есть такая проблема, что, чтобы создать новый поток, вы должны потратить какие-то дополнительные накладные расходы, да, вот у вас работает в одном потоке, а создать новый, это надо, ну, то есть, это не просто новый экземпляр создать, это еще новый процесс, за которым потом можно будет там следить, его отслеживать, там, тренд-дампы у него брать, в общем, это непросто, да, потом уничтожение потока тоже непросто, где-то может быть так, что просто накладные расходы на создание новых потоков вам программу замедлит, ну, и не факт, что, как бы, если вы сделаете, то есть, возможно, вы еще распараллели, а у вас ядер недостаточно, чтобы сделать действительно параллельно, и тогда у вас, как было последовательно, так и останется, ну, допустим, у вас система с вытесняющей их многозадачностью, да, вы работаете максимум в одном потоке на вашей машине, но вот вы хоть 100 их создадите, они все равно будут выполняться последовательно, ну, сначала чуть-чуть поработает первый поток, потом второй, потом третий, все будет последовательно, ну, то есть, чем, это зависит от количества ядер, да, вы можете сказать, дай мне потоков больше, чем ядер, и вы уже не получите настоящего параллелизма, это работает только если там совпадет, что вы там используете меньше ядер, или там больше, у вас операция еще достаточно большая, чтобы перекрыть эти накладные расходы. По поводу forkjoin, forkjoin такая история, ее тоже рассмотрим, она работает на такой концепции, называется, ну, то есть, смотрите, она, если вы погуглите, она делает, типа, work stealing, это называется, что есть что-то, кусочек, чего можно отработать параллельно, как это, например, работает, да, вот у вас есть какой-нибудь массив, и вы его сортируете, например, через merge sort, ну, почему бы и нет, да, допустим, вот вы отсортировали его, а дальше вы каждую половинку можете отсортировать параллельно, потом две других половинки отсортировать параллельно, ну, и в какой-то момент дойдете до самого низа и вернетесь, но факт в том, что вы, когда вот, вот вы один раз отработали, и дальше у вас появилось из одной работы две работы, а из двух работ появилось там четыре, да, из этих там появится восемь, и так до тех пор, пока вы не дойдете до одного элемента. Соответственно, вот оно так и работает, что вы можете какую-то работу делить на кусочки, и обработку стрима параллельно очень удобно делить на кусочки, потому что у вас есть просто, ну, обычно как, да, у вас есть много элементов, и если они друг от друга не зависят, то, в принципе, вам не важно, да, вы вот можете один обработать параллельно весь этот конвейер пройти, да, другой параллельно, они все друг от друга независимы будут. Соответственно, поэтому это все так классно, ну, то есть, поэтому тут ближе подходит force join, имеется в виду, что давай-ка мы форкнем работу на кусочки, а потом результат объединим. Ну, то есть, вот здесь, да, например, можно было спуститься вниз, увеличивая количество потоков, потом подниматься и объединять. Ну, и здесь тоже, да, обработали каждый параллельно, а вот редуцирующую операцию, например, давайте там, например, там сумма стоит в конце, ну, вот давайте теперь результат каждого параллельного просуммируем. Вот, это про параллелизм, и тут, конечно, если вы хотите глубже погрузиться в стримы, то есть вот Тагир Валеев, у него есть много разных, то есть, ну, можете погуглить, там видео гугляться, слайды гугляться, и он много про это рассказывает, про стримапе. Вот, соответственно, если вы хотите сделать параллелизм, то вам надо вызвать метод параллел, при этом вот есть ограничение, да, что вы не можете менять то, что обрабатываете, не можете сохранять контекст, ну, то есть, допустим, сорта не получится, да, и как бы нельзя брать и как-то их, ну, вы не можете наружу что-то делать, то есть фоич, например, вам может дать доступ к чему-то вне стрима, казалось бы, вы можете переменно обратиться, но вот нельзя так делать. При этом вы не можете гарантировать, что если у вас стрим как бы последовательный, то вы не можете сказать, что у вас он будет в таком порядке выполняться, он может выполняться как бы в любом, как ему заблагорассудится. Нет гарантии, что ваши элементы будут обрабатываться точно так же, как они идут в вашей коллекции, но сам результат будет таким, каким надо, так, как если бы стрим выполнялся в одном потоке. Вот, есть еще дополнительные там ссылки на tutorial Java про параллелизм в стримах и про forjoin. Есть еще дополнительные ссылки про параллелизм и производительность. Потом вот это есть такая либа, если вы часто используете стримы, то она еще чуть-чуть облегчает жизнь. То есть есть Java API для стримов, но поверх Java API написали еще одну либу, которая позволяет вам какие-то сложные операции с Java еще больше себе упростить. То есть фреймворк на фреймворк. Ну где-то он спасает, то есть вот вам всегда приходится писать там фильтр, там map, collect, а это позволяет делать это более элегантно и менее многословно. Это слайды, это Тагир Валеев, это тоже Тагир Валеев, но если вы не пойдете на слайды, а погуглите, то найдется и видео. Так как бы лучше смотреть. Ну названия такие, да, у этой штуки. Так что, собственно, все, у меня все. Если есть какие-то вопросы, то вопросы. Если нет, домашнюю я скину попозже, домашняя будет про то, что вы делали библиотеку, и вы к этой библиотеке как-то обращаетесь. Ну там, да, эти книги по такому-то названию. Ну вот хочется, чтобы было какое-то количество методов по обработке этих книг, которые вы напишите через стримы. Ну там, найдите количество книг с таким-то автором в библиотеке. Ну вот, сделать через стрим. То есть я чуть попозже скину вам, какие методы нужны. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok